Привет всем! Вы не поверите, я наконец-то сняла обзор на картины по номерам из фикс прайса. Покажу вам, что же входит в комплекте, что там внутри в коробочке. Покажу, как я рисую, какие картины у меня уже получились, какие я планирую сделать. Совсем недавно, пару дней назад, купила еще одну, еще не дорисовав предыдущую. Уж больно классные, а разбирают их настолько быстро, что я решила куплю про запас, буду рисовать. Картин очень много, надеюсь, что вам будет интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, что же из себя представляет картина по номерам из фикс прайса. Стоит она 199 рублей. Вот что входит в состав. Сегодня я покажу вот такую картину. Я ее еще не начинала, поэтому увидите в первозданном виде. Тут, конечно же, код мне помогает. Итак, вот здесь есть подробная инструкция, как пользоваться, картинка. Кот, ты не влезешь в эту коробку. Не пытайся, ты не влезешь. Ты толстый. Вот. Все-все-все можно прочитать, как пользоваться. Главное, что из этого всего нужно запомнить. Нужно кисточку мыть сразу, иначе акрил засохнет, и кисточку можно будет выбросить. Вообще очень трудно отмывать акрил с кисточек. Ну, в принципе, почитайте поподробнее, вдруг что интересно будет. Я просто уже рисую картины по номерам много лет. Сначала заказывала на Алиэкспрессе. Ну, теперь нашла неплохую альтернативу в фикс прайсе, намного дешевле. Согласитесь, за 200 рублей большую картину купить нереально. Теперь давайте посмотрим, что у нас внутри. Сначала у нас идет вот такая картина. Ну, это на простой бумаге. Как бы кто-то называет это пробным макетом. То есть тут тоже можно разрисовывать. Тоже вот есть циферки. Но я считаю, вернее, я использую это просто как подсказку. Если вдруг на самом холсте, на самой картине очень плохо видно циферку. Вот, типа вот таких мелких, да. А вот здесь на схеме видно. И ты сразу там сравниваешь и понимаешь, что вот здесь цифра такая, здесь цифра такая. Все-таки печать на самом холсте иногда подводит. Дальше у нас будут краски. Так, две кисточки. А, кисточки я вытащила, потому что одну испоганила. Короче, тут еще есть кисточки, чуть позже покажу. Вот такие краски. Все они пронумированы. Также есть две баночки с лаком. Я знаю, что кто-то покрывает лаком картины, когда дорисует. Я еще ни разу этого не делала. Может быть, хотя стоит это сделать. Если вдруг вы рисуете вдвоем, как мы делаем это с Артемом, прошу прощения, надо было сразу это стать, конечно. Если вы рисуете вдвоем, то вот эти штуки можно легко разъединить. То есть, если кто-то рисует вторым номером, как будто нужен шестой, их можно просто поделить. И каждый будет нормально пользоваться. Не придется туда-сюда таскать краски. Ну и самое главное, это сам холст. Вернее, это не холст, к сожалению. Это просто картонка. И главный, главный минус картин по номерам из фикс прайса. Все они гнутые. Это еще не сильно изогнутые. У меня предыдущая была просто жесть. Она просто дугой стояла. Я еле ее выпрямила. Когда я полностью раскрасила картину, я сюда сбрызнула водой. Положила разделочную доску большую. И сверху два горшка с цветами поставила. Оставила так на несколько часов. И она распрямилась. Так, вот как близко выглядит поверхность. Вот все циферки. Видите, немного плохо видно. И в этом нам поможет схема, где можно подсмотреть. Будем раскрашивать скоро с Артемом море, парусник, небо. Очень красивая картина должна получиться. Вот такая. Просто прелесть будет. Думаю, даже оставлю ее себе. Уж больно нравится. Обычно мы разрисовываем картины и дарим родственникам. Мама моя очень рада таким картинам вешать у себя дома. Его родители тоже. Так, ну что ж. Давайте посмотрим теперь на готовые картины. У меня их уже две из фикс-прайса. И потом еще покажу новую мою покупку, которую сделала пару дней назад. Ну, это, конечно, еще не дорисованы третья. Я купила уже четвертую. Просто мне так нравится рисовать. И поверьте, если вы начнете, вы не сможете остановиться. Это просто очень сильно затягивает. Нереально остановиться. И пока не забыла, покажу кисточку. Вот она такая обычная. Пользуется ей довольно легко. Она мелкая. Ну, конечно, лучше бы иметь еще парочку. Прям для самых маленьких деталей. Ну, в принципе, это и хватает. Мы справляемся. Итак, смотрим, какие картины у меня были до этого. У меня была вот такая яркая птичка. Я специально коробки сохранила, чтобы вам показать. И зайка. Это вообще первая моя работа из фикс-прайса. Я сначала, когда ее покупала, думала, надо мне зайку или не надо. Но там выбор был из двух картин. Просто их на самоизоляции разбирают просто очень-очень быстро. Я решила взять зайку, начала раскрашивать и понимаю, что он пипец какой темный получается. А потом в конце я поняла, что нет, все нормально, гармонично смотрится. Вот такие две картины я разукрасила. Сейчас покажу. Ну, не я одна, конечно, мне Артем помогал. Ну, и кот немножечко тоже. Вот примерно так. Помощник. Да, помощник. Ну, что же, вот первая картина, которую мы нарисовали. Посмотрите. Вот так, если издалека смотреть, выглядит очень даже неплохо. Прям реально, как будто нарисовал начинающий художник. Так, следующая картина. Кот, извини. Следующая картина поярче. Вот такая вот птичка. Поближе покажу. И вот поближе вы видите, видите маленькие катышки, какие-то маленькие крупицы. Это не пыль, это частички краски. И это второй большой минус наборов из фикс прайса. Когда вы разукрашиваете, попадаются вот эти мелкие частички, которые приходится потом убирать. Это тратится очень много времени. Видите, некоторые даже я не убрала. И вот такие катышки остались. То есть они потом скалываются, отпадают, вернее отпадают, и вот такие белые точки появляются. Третий минус этих наборов. Белый цвет. И вернее все светлые цвета, они очень-очень плохо перекрывают цифры, которые нанесены. И вообще контуры, которые нанесены на этот холст импровизированный. То есть сейчас для примера покажу. Вот цифра 7, да. Я наношу один слой краски, и цифра 7 видна. Наношу второй слой краски, и цифра 7 видна. То есть 3-4 слоя вы должны нанести, чтобы наконец-то перекрыть эту цифру, этот цвет, эти контуры, полоски. С темными цветами таких проблем нет. Темные цвета вообще отлично наносятся. Их вообще один слой, и результат огонь получается. А вот с белым, со светлым, вот с желтыми цветами. Вот здесь мы намучились. Тут вообще ничего не перекрывало. Видите, какие толстые слои пришлось наложить, чтобы наконец-то перекрыть полоски. Но потом, когда я пожаловалась на это в своем обзоре, по-моему, или в инстаграме, уже не помню. Мне одна зрительница написала, что, мол, можно взять штрих. Ну, штрих обычный, канцелярский. Чуть-чуть вот так замазать, и все. И просто поверху покрывать уже краской. По-моему, отличное решение. Только я до сих пор штрих не купила. Надо бы сходить взять. Вот такая красота у меня. Будет третья картина, и будет еще четвертая. Сейчас вам покажу. Такая уже куча у меня всего. А вот и четвертая моя картина. Я просто влюбилась, когда увидела это классное сочетание голубого, синего, розового. Так круто смотрится. Просто нереально. Это, знаете, город после дождя. А я очень люблю город после дождя. Тем более ночью. Просто прелесть. Я когда показала Артему, он говорит, я тебе буду помогать рисовать. Мне тоже нравится эта картинка. Я говорю, хорошо, будем рисовать вместе. Я ходила недавно в Фикс Прайс, когда нашла вот эту картину. Попала в день завоза. И там было так много картин. Но я покажу на своем втором канале, там, где я снимаю обзоры. Вот там было очень много картин. И я сомневалась. Хотела купить три. То есть у меня три было. Я бы еще купила три. Но еле себя сдержала. Там была классная лошадь. Классный фламинго. Я думала, в коллекцию фламинго к этой птичке будет. Но сдержалась. Решила, что нет. Выбирай одну. Купишь только одну. И выбрала эту. Потому что я, когда ее увидела, все. Думаю, все, я ее беру, не сомневаясь. Ну что ж, вот такая у меня коллекция картин. Плюсы и минусы я вам рассказала. Из плюсов, конечно, получается хорошо, занимательно. Время все-таки приятно проводите. Ну и цена просто шикарная. Из минусов это то, что гнутые холсты, картонка гнутая. Следующий минус это то, что плохо перекрывает цвета, вернее, цифры и надписи. И третий это вот эти катышки. Конечно, очень-очень ухудшают работу. Очень много времени отнимают, чтобы эти катышки из краски выковырить. Может быть, она просроченная. Я думала, когда красила первую картину. Когда я красила вторую, я поняла, что это в принципе все краски в этих наборах содержат эти катышки. Ну что ж, посмотрите, какая у меня коллекция. Ой, чуть не уронила. По-моему, просто прелесть. Скоро буду раскрашивать вот эту. Или нет? Наверное, начну с этой. Просто очень влюбилась в нее. Море оставлю на потом. Вот это прям, не знаю, чем-то на меня зацепила. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая из этих четырех картин вам больше всего понравилась. Какую бы вы хотели нарисовать. Вернее, раскрасить. И вообще, напишите, вдруг вы тоже покупали картины из фикс-прайса. Вам понравилась или не понравилась. Я знаю, что много было положительных отзывов мне писали под обзорами. Вот хочу узнать ваше мнение. Напишите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам большое за внимание. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии. До новых встреч!